Сидящий, летящий, поверженный Иллюстрации к поэме публика восприняла неоднозначно. Большинство художников высмели эскизы, и только Суриков, Серов и Коровин разглядели в этом эксперименте будущего гения. Серов даже признавался Коровину, после того, как я увидел холсты Врубеля, эту умышленную четкость форм, мои работы мне показались какими-то бледными, гладкими, как мыло. Одновременно с работой над иллюстрациями Клервантова Врубель начинает работу над полотном, которое по праву может считаться апогеем творчества мастера «Демон сидящий». Это грустная и печальная картина, и несмотря на приятное гармоничное цветовое решение, ощущаешь гнетущее беспокойство. В центре композиции существо, напоминающее то ли человека, то ли героя античных греческих мифов. Его руки сжаты в замок, каждый мускул напряжен, а суставы выворачиваются прямо на зрителя. Посмотрев на полотно, человек испытывает тревожность и напряженность, которые исходят от картины. Техника тоже уникальна. Мастер воссоздает эффект витража на холсте, разрубая пространство и форму широкими мазками кисти на тысячи прямоугольных площадок, которые собираются в четкое изображение, если отойти на достаточное расстояние. Демон задумчиво смотрит вдали, и только блики в его глазах напоминают нам о том, что это не античная греческая статуя, а живая натура. Создается впечатление, будто герой полотна что-то потерял, и скорбно склонил голову над утратой. Сам Врубель так писал о своем персонаже. Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный. При всем этом дух властный, величавый. Следующие два демона, летящие и поверженные, завершают повествование о состоянии души художника логической концовкой. Творческий взлет и падение. И хотя работой наконец-то принимает широкая аудитория, Врубель становится более раздражительным и предпочитает затворничество. Во время написания демона летящего признаки психического расстройства уже дают о себе знать. А вот когда художник напишет картину «Демон поверженный», тут и вовсе предчувствие безумия. Когда последнюю экспонировали на выставке «Мир искусства», одержимый Врубель приходил в галерею каждое утро и переписывал не только взгляд, но и выражение лица демона. Художник Александр Бенуа так писал об этом. Его демон остался верен своей натуре. Он, полюбивший Врубеля, все же и обманул его. Эти сеансы были сплошным издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую сторону своего божества, а то и сразу обе стороны. И в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, которая его толкала увлечение проклятым. Почти сразу же после написания картины «Демон поверженный» Врубель оказался в психиатрической лечебнице с признаками острого расстройства. Но три известных демона так и остались апогеем творчества художника и по сей день являются доказательством гениальности Врубеля.